Приглашаю Яну Литвинову с речью «Зеркало вашего успеха». Яна, тебе слово. Спасибо, Елена. Добрый вечер, друзья. Помашите, что меня слышно. Скажите. Отлично. Ну что ж, бизнес — это маленькая страна, маленькое государство. Это отличие состоит только в том, что в государстве управленцем, главой этого государства является президент, король, кто угодно, довольно далекий от вас, а в бизнесе королем являетесь вы сами. И от того, насколько эффективно вы управляете вашим бизнесом, будет зависеть успех, собственно, вашего государства. И ваше государство, как «Зеркало», будет отражать успех вас, как лидера, как руководителя. Если сравнить бизнес со страной, то можно выделить внешнюю и внутреннюю политику, которые обеспечивают безопасность вашего бизнеса и снаружи, и изнутри. К внешней безопасности бизнеса я бы отнесла такие факторы, как имидж компании, репутация в СМИ, то, как о вас отзываются конкуренты и так далее. А к внутренней безопасности, основным факторам внутренней безопасности бизнеса я бы отнесла ваших сотрудников. Именно сотрудники — это те люди, которые производят что-то своими руками, своим мозгом. И в конечном итоге, благодаря тому, что они делают, что они производят и как хорошо они это делают, зависит то, какую владельцы бизнеса, то есть лидеры, руководители получают в итоге прибыль. То есть безопасность ваших сотрудников — это зеркало вашего успеха, и поэтому очень важно соблюдать в том числе и такой фактор безопасности бизнеса, как сохранение ваших сотрудников в безопасности. Почему я, в принципе, задумалась об этой теме? Не далее, как в апреле этого года я сменила работу, и если вспомнить меня, допустим, год назад, то я тогда с ужасом даже и с какой-то ужасной грустью думала о возможности смены работы, так как у меня была подобрана хорошая команда, которую я собирала несколько лет, отличные дружные ребята, мне было очень жалко с ними расставаться, и даже сама мысль об обновлении моего резюме, она меня прямо пугала, и я даже думать не могла, что такое сделаю. Но за год буквально условия моей работы изменились настолько, что, к сожалению, даже хорошие ребята в команде не смогли меня удержать на том месте. Я в один прекрасный вечер, не задумываясь, дописала свое резюме и открыла его на обозрение всему HeadHunter. По итогам этого мероприятия я сделала для себя несколько выводов о безопасности сотрудников, в которых владельцы бизнеса должны их содержать, чтобы ваша компания не взорвалась изнутри, как вулкан, и хотела бы с вами сегодня поделиться этими тремя моментами. Итак, первый момент, который, на мой взгляд, обязательно следует выполнять, это организация процесса работы всех команд по единой системе. Вы знаете, в компании, в которой я работала, я проработала в двух управлениях. Первые несколько лет была у одного начальника, последний год у второго. Когда работала в первом управлении, то процесс работы всех групп в этом управлении был выстроен по единой схеме, по agile. У нас были четкие недельные планы с задачами, никакие внешние заказчики не могли нарушить этот план. Мы каждую неделю выдавали релиз, показывали демонстрации перед коммерцией, перед бизнесом, шаг за шагом выполняли маленькие цели, которые являлись частью большой цели. Процесс был отлично налажен, но у моего босса был ряд небольших недостатков характера, о которых мы на кухне с коллегами постоянно болтали и думали, господи, какой же он ужасный. И я думала о том, вот как было бы здорово перейти в соседнее управление, там такой хороший руководитель, и, наверное, все точно так же, только руководитель хороший. Вы знаете, это желание, судьба иногда подкидывает, исполняет наши желания, но не всегда мы потом рады этому исполнению, поэтому в следующий раз желать нужно было бы осторожней. Так случилось, что меня перевели с моей командой к этому второму руководителю. Когда мы только начали работать у него, я думала, что процесс построен точно так же, и так же начала работать по недельным планам, по релизам, все то же самое, только другой руководитель. Но со временем я поняла, как глубоко, насколько глубоко я ошибалась, и что процесс там построен совершенно иначе. Процесс построен по стандартной водопадной системе, и руководитель хотел от нас те задачи, которые ему были нужны в тот срок, который ему был нужен. И не важно, что было прописано в плане, что было как бы согласовано с ним в начале недели, а мотивирующими фразами, которыми он меня, так сказать, сподвигал на работу, было что-то типа того, что «Яна, мне плевать на твой план, вот нам нужно к понедельнику, вы, пожалуйста, как-нибудь сделайте, вот чтобы в понедельник было готово». Понятно, что такая система мотивации меня демотивировала настолько, что я даже не могла объяснить своей команде, как же нам достичь этой цели, а самое главное, зачем она нам нужна. И уже тогда поняла, насколько мое желание перейти в другое управление было ошибочным. Как следствие, первый вывод заключается в том, что когда в разных подразделениях одного департамента работа построена по-разному, то даже горизонтальный рост ваших сотрудников без стресса для него невозможен. Потому что люди привыкли к одним условиям, они в них работают, их все устраивают, потом, допустим, они захотели поменять продукт или язык, на котором они программируют, переходят в другую команду и видят там совершенно другой процесс. И он уже не укладывается в то, к чему они привыкли, что им нравилось в этой компании. Поэтому я считаю, что независимо от того, что сфера IT или нет, в одном подразделении, в разных командах или его единицах должно быть построен процесс единым образом. Второй момент, который в каком-то смысле вытекает из первого, это эффективное взаимодействие ваших команд друг с другом. Нашей компанией, помимо первых двух управлений, о которых я уже рассказала, был еще и третий. Но как работало оно вообще являлось черным ящиком практически для всех. У них никогда не было времени на другие задачи, всегда загрузка на несколько месяцев вперед и куча людей постоянно в отпуске. И поэтому, когда что-то нужно было сделать совместно с ними, это было сделать в срок невозможно. И для бизнеса, который являлся заказчиками наших задач, для них задача она цельная. Им важно увидеть задачу на промышленной среде в тот срок, который они заявили. Им совершенно не важно, что мы не успели, потому что кто-то там был в отпуске. Для них это фейл, это проигрыш всего департамента. Если в компании внутри подразделения работа построена по-разному и взаимодействие между этими подразделениями не налажено, то в итоге мы получаем проигрыш, мы получаем отсутствие результата и, как следствие, отсутствие бонусов, наград вообще для всех подразделений. Третий момент – это назначение адекватных и профессиональных людей на позиции руководителей. Это тот момент, который для меня стал очень важным моментом. Вы знаете, для меня мой руководитель – это лидер, это человек, от которого за километр веет талантом и опытом, с которого не просто приятно брать пример, но с которого хочется брать пример. И, к сожалению, в моем втором управлении через несколько месяцев руководителя мне назначили человека, который совершенно не подходит под портрет лидера, который у меня был в голове. И это очень сильно демотивировало меня и стало основной причиной ухода. К сожалению, красный свет, немножко не могу рассказать историю. Но, тем не менее, я выделила для себя по итогам анализа три фактора, с которыми с вами сегодня поделилась. И, возможно, кому-то не покажутся мелочи, но, на мой взгляд, даже если это мелочи, она задела какого-то конкретного сотрудника, конкретной компании, об этом нужно поделиться. Если вы будете соблюдать эти вещи внутри своего бизнеса, будете держать ваших сотрудников в безопасности, то ваша компания не взорвется, как вулкан, одним прекрасным днем. Ну, а насчет мелочей хотелось бы закончить свою речь следующей цитатой. Как говорил Микеланджело, совершенство складывается из мелочей. Мелочи создают совершенство, а совершенство не мелочь. Елена.